Слава Господу! Я уверен, что каждый из нас, который приходит сюда в дом молитвы, чтит и почитает субботу от рада и радостным днем, в день, который мы славим и прославляем Господа. Мы очень много слышим в последнее время, мы говорим о днях, к которым мы приближаемся, мы говорим о Пасхе Господне, мы говорим о воспоминании, мы говорим о чаше. И вы знаете, я скажу вам откровенно, сердце мое, оно исполнено очень большой тревогой. На первый взгляд может показаться, почему, ведь это такие события, которые мы ждем с нетерпением, когда мы получаем нечто особенное, удивительное, благословение, дни, в которые мы совершаем особые служения, которые все, кто когда-то принимал участие в них, понимают и знают, что мы действительно переживаем особый такой духовный подъем. Почему сердце напомнено тревогой? Потому что, вот я думаю, что если бы сегодня взять и начать подряд опрашивать каждого из нас, молодого, старого, пожилого, среднего возраста, и спрашивать, а что для тебя есть Пасха, я думаю, мы бы получили бы очень интересные ответы. Так я думаю. Я могу ошибиться, я ошибался в своей жизни и не раз, но я думаю, что мы могли бы получить бы очень и очень интересные ответы. Очень разные ответы. Некоторые даже могли бы ответить, да ничего она для меня не значит. Я тоже думаю, что такие бы ответы мы могли бы услышать. Она ничего для меня не значит. А что она для нас значит? Вот возьмите несколько минут, несколько секунд, может быть даже, я не думаю, что это надо, несколько минут, и подумать, что она для нас значит. мы живем на планете земля на этой планете земля мы сотворена великим всемогущим богом и все мы находясь здесь мы верим мы верим в этого бога потому что если кто-то здесь сегодня не верит вам я вам сразу скажу вам нечего сделать зачем приходить в дом собрания если вы не верите в бога первое что человек должен начинать и что он должен делать он должен знать и верить что я верю что есть и могущий великий бог этот великий бог о котором я сейчас прочитаю это будет место с 3 книги ездра из полной библии ездра был очень пытливый человек очень много молился постился и пребывал в таких близких отношениях с богом и очень много таких вопросов задавал которые были пытливые можно сказать так умом своим пытался познать что тайное сокровенное и вот однажды когда он так с богом задавал вопросы и беседовал то ему был послан архангел это был архангел ириил который был послан ему и этот архангел сказал ездра такие слова когда исполнится число семян вас ибо всевышний на весах взвесил вексей и мерою измерил времена и числом исчислил часы и не подвигнет и не ускорит до тех пор доколе не исполнится определенная мера вот у всевышнего вот все размеренно все стоит в свое время и она не подвигнется и не ускориться до тех пор пока не исполнится определенная мера это очень похоже с теми словами которые говорил иисус христос говорит ни одна черта ни одна иота не пройдет пока не исполнится все то есть она все имеет свое исполнение на имеет все свое назначение которое было определенно самим господом и так что мы видим что мы видим мы можем на основании священного писания а принимать писание мы должны верою есть сегодня современные христиане которые хотят так сказать ну надо научно это доказать вы знаете что рука выросла у человека который ее не было что горб выпрямился у человека горбатого что хромой от рождения начал скакать а слепой прозрел в это надо поверить потому что никто вам это не сможет иначе как доказать как только это произошло потому что это было силою божию верою в нашего великого бога и вот мы верим сегодня во всяком случае я могу говорить за свое упование за свою веру вот я верю сегодня что всевышний бог которому мы поклоняемся и которому мы служим силой своего великого слова а слово его живо и действенно а слова его есть дух животворящий и слова его она созидает и создает и обновляет и рождает она созидает все что есть он сказал когда-то да будет свет и стал свет он создал все что мы имеем но прежде прежде чем он начал творить и созидать прежде чем он начал созидать потому что бог в отличие от человека в премудрости своей мог видеть все наперед и знать все наперед то что будет и еще прежде сознания человека он видел падение человека он видел грех человека он видел преступления человека который человек сделает своей жизни и И понимая то, что посредством этого греха и преступления человек станет виновным перед Богом, великий Бог сделал нечто удивительное. Он приготовил жертву искупления для того, чтобы искупить человека, прежде чем человек был сотворен, прежде чем он был создан. И в эту жертву был приготовлен его Сын, рожденный прежде всякой твари. Он имел славу у Бога, о которой сказано так. Это сам Иисус Христос в молитве, которая описана в 17 главе Евангелия от Иоанна. Он, обращаясь к своему небесному Отцу в молитве, говорит, «Отче, прославь меня тою славою, которую я имел у тебя прежде создания мира. Вот этой славой ты прославь меня». Вы помните, однажды ему был такой глаз с небес, который сказал, «Прославил и еще прославлю». «Прославил и еще прославлю». Дальше мы можем читать в послании Петра, где сказано, «Зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, переданной вам от отцов, но драгоценной кровью Христа, как чистого непорочного агнца, закланного прежде создания мира, приготовленного прежде создания мира». Но опять-таки, как мы только что здесь отчитали, у Бога все было отмерено и назначено и должно было исполниться в определенное Богом время, которое было им предназначено. И в это предназначенное Богом время, в точно которое Бог определил, «Ангел Господень явился Деве именем Мария, праведной, богобоязненной женщине, и сказал, «Не бойся, благодатная, ты обрела благодать у Бога, и ты зачнешь и родишь сына». Вы знаете, это было удивительное служение, которое должно было произойти, сверхъестественное, которое невозможно опять-таки никакими научными экспериментами или доказательствами доказать. Но то, что произошло, сила Всевышнего осенила ее, и в очреве Марии был зачат ребенок. Когда ангел говорил Иосифу, он сказал такие слова, «Иосиф, не бойся принять Марию жену твою, ибо родившийся в ней, он уже родился, родившийся в ней, есть от Духа Святого и родит сына, и нарекут ему имя Эммануил, что значит «С нами Бог», и он спасет людей от грехов их». Он сделает следующее действие, он спасет людей от их грехов. Иосиф после этого не сомневался, не колебался и принялся исполнять волю Божию. Когда наступил назначенный Богом день, он родился. Ангелы небесные пели, «Слава Вышних Богу, и на земле мир в человеках благоволения». Но этот младенец, который родился и был положен, слово «ясли», которое мы читаем в Библии, написано «кормушка для скота», для корма скота, он был положен туда. И находясь там, он в этот момент был, ну скажем, находился в таком, не в царских чертогах, не в богатом доме, не в богатой кровати, нет. Он пришел, как можно сказать, простой самый человек на эту землю. Но в этот момент ангелы Божии пели, «Слава Вышних Богу, и на земле мир в человеках благоволения». Родившись на эту землю, он был подобный нам человек, дышал тем же самым воздухом, возрастал так, как возрастает нормальный ребенок. В 12 лет он пришел вместе со своими родителями в храм Божий, и там начал беседовать со старейшинами, с книжниками, с теми людьми, которые пребывали всегда в храме, изучая тщательно священное писание. И когда он начал с ними беседовать, они удивлялись его мудрости. 12-летний мальчик, как в совершенстве он знал то, что ему надо быть. И когда родители говорили, «Чада, что ты делаешь? Мы так скорбим, печались и искали тебя везде». Его ответ был очень простой. «Разве вы не знаете, что мне надо быть в доме отца моего? Разве вы этого не знаете? Мне надо быть в доме отца моего». Еще когда он был младенцем, маленьким, уже враг душ человеческих замыслил погубить его. Но это и было предсказано в пророческих словах, о которых было сказано такое слово, «Рахиль плачет от детек своих и не может утешиться, ибо их нет». А что произошло? Ирод увидел соперника в себе. Я хочу обратить ваше внимание на это слово. Вот так смотрит человек. Вот так часто человек смотрит на другого, и он не видит в нем Мессии, он не видит в нем Спасителя, он не видит даже порой, когда это между христианами происходит, он не видит другого человека, за которого также умер Христос. Очень часто люди видят соперника, конкурента, с которым надо бороться, надо противостоять, противодействовать очень часто. Ирод, когда он послал воинов своих истребить младенцев. Вы знаете, какой это был плач матерей, которые видели своих детей, зарубленных этими мечами. Он был вместе с родителями, убежал, родители вместе с ним убежали в Египет, чтобы исполнилось пророчество, «из Египта вызвал я сына своего». Вы знаете, одно пророчество за другим, предсказанное в Ветхом Завете с ним, они исполнялись о нем, потому что так было сказано, и так оно совершилось, так оно все происходило, как было написано. Он сам сказал о себе, и это слово написано в 24 главе Евангелия от Луки, «Должно исполниться всему, написанному обо мне, в законе, пророках и псалмах». И поверьте, братья и сестры, все исполнилось, только люди не поняли. Только люди не поняли все то, что исполнилось в Иисусе Христе. Поэтому, когда задается такой вопрос, «А что для тебя Пасха? Что она для тебя значит? Какой смысл ты в нее вкладываешь?» Вы знаете, друзья, для меня Пасха – это Христос. Христос закланный за меня, Христос умерший за меня, Христос, который висел на кресте Голговском, не потому, что он сделал какой-то грех, не потому, что он был достойен этого страшного, страшной смерти, этого глумления, этого уничижения, которое пришлось ему пережить. Нет. Он висел там, как в одном христианском псалме поется, «О, мой друг, посмотри, видишь, там вдалеке огнец Божий висит на Голговском кресте. За тебя, друг, висит». Услышите это слово. «За тебя, друг, висит». Ведь твое место там. Это твое место. Он пошел на твое место, на мое место. Он пошел, чтобы дать нам жизнь, дать спасение, дать искупление. Вы знаете, удивительная история того, что иногда мы в жизни своей становимся, я не знаю, какое правильное слово подобрать в этом, но я употреблю следующее, ну, чересчур, наверное, религиозными. То есть наши обряды становятся для нас важнее самой веры, самого отношения к Богу и к ближнему своему. Я это чувствую, я это вижу, и я это слышу очень часто. Это происходит в отношениях между людьми, в отношении друг к другу, в отношении, как мы ставим это все. Например, я хочу задать прямой вопрос к каждому из нас. Кто-то из нас, вот из всех присутствующих здесь, понимает и осознает, насколько то отношение, которое мы имеем друг к другу, насколько оно может ранить нашего Господа, нашего Мессии, нашего Спасителя. Наши отношения друг к другу. О чем я говорю? Первое. В Писании есть такой стих, который говорит, «Дабы мы в мире сём, вот в мире, в котором мы живем, дабы мы в мире сём, поступали так, как Он». Помните такой стих? Кто-то помнит такой стих? «Дабы мы в мире сём поступали так, как Он». Друзья, а кто-то готов так поступать? Вот мы читаем место Священного Писания, мы говорим, мы верим Слову Божию. Там написано, «Мы в мире сём поступали так, как Он». Давайте посмотрим. Давайте мы посмотрим на Его поступки и на Его отношения. Прежде всего, когда Он пришел на эту землю, когда Он родился и вырастал, что Он видел? Давайте на мгновение перенесемся в то далёкое время, в которое жил Иисус Христос. Он вместе со своими родителями приходил в храм. Я уверен, что, скорее всего, на тот праздник, который весь мужской пол должен приходить был в храм, Он вместе со своими родителями шёл, чтобы явиться при лице Всевышнего. И вот что Он видел в храме? Что Он видел вокруг храма? Фарисеи, Саддукеи, книжники, законники, Иесеи, Иродиади, которые Ирод весь этот храм перестроил. Он имел большой влес и вес и влияние на всю, скажем, партию, на Синедрион и прочее всё. И они все между собой когда-то спорят, когда-то доказывают, но все очень разные, очень разные по понятиям. Например, фарисеи верят в рай, верят в ад, верят в ангелов. Саддукеи не верят ни в ад, ни в рай, ни в ангелов. Вся верхушка Синедриона это Саддукеи, которые ни во что это не верят. А Иесеи вообще все пошли и живут возле Мёртвого моря. И одни мужчины, женщин они не брали. У Иесеи в общине не было женщин, у них были только мужчины. И община никогда не вымирала, потому что всё время приходили новые. Иоанн Креститель, он находился в этой общине у Мёртвого моря. И вы знаете, вот Иисус пришёл. Вот когда я начал над этим вопросом рассуждать и задумываться, меня вдруг удивило его отношение к ситуации, которая была в то время там. Он не пришёл и не стал переубеждать. Вы неправильно понимаете, вы неправильно понимаете, вот вы правильно понимаете. Вы где-то в Писании вообще встречаете, что у него был такой подход, и он всем доказывал, что они неправильно верят и неправильно понимают. Он вообще этого не делал. Он вообще этого не делал. Он пришёл и говорил, как правильно. Правда? Вот это то, что он делал. Он говорит, вот правильное учение, вот что я слышу у Отца моего, вот как вы должны поступать. Они в это время между собой имели очень много разных учений, разных пониманий, разного всего. Он пришел и говорил как правильно, и не тратя время для того, чтобы переубедить и доказать им, что они не правы. Он говорил как правильно. Вы слышали, что сказано древним? А я говорю вам. Вы слышали? А я говорю. Вы понимаете, книжники фарисеи смотрят на него и удивляются, кто он такой. Кто он такой? Народ смотрит и говорит, слушай, это какой-то другой человек. Он говорит как власть имеющий, а не как книжники и фарисеи. А в чем разница между книжниками и фарисеями и его? Бесконечные споры об учениях, бесконечные доказательства, где один другому говорит, ты прав, а ты не прав. И один говорит как правильно, а другой не правильно. Он даже на это время не тратил. Он с властью говорил как правильно. Как должно быть. Как основано на законе, писании и пророках. Их принеся при этом и свое учение. Говорит, а я говорю вам. Вы заметьте, что все его противостояние, которое было, даже в то время, когда он находился, оно было с фальшой, с лицемерием, с притворной верою. Он говорит, что вы ходите, как гробы окрашенные. Снаружи вы кажетесь красивыми, а внутри вы полны костей и всякой нечистоты. Вот это ему было просто отвратительно, то, что он видел среди народа, который в этот момент поклоняется и служит ему. Он не делал ударение на то, что кто как там понимает или как верит. Он делал ударение, что люди фальшиво служат Богу, лицемерно, лукаво. Он говорит, горе вам, книжники, фарисеи, лицемеры. Вы оставили важнейшее в законе суд, веру и милость, что должно быть самым важным в законе. А вы это оставили. Но при том у них было очень много занятий. Я уверен, что у них вообще не было свободного времени, как и у нас порой. Мы найдем его, как провести и с кем и как побеседовать. А у него было четкое служение, ясное, которое во всем Новом Завете, мы можем это увидеть, он говорил, как власть имеющий. И вы знаете, на своем месте он оставил церковь. И он сказал однажды, повернувшись к своему любимому ученику, и сказал, Петр, за кого почитают меня люди? Он ко всем ученикам, не только к Петру обратился с этим вопросом. За кого почитают меня люди? Ну, одни за Иремию, другие за Илью, одного за великого пророка. Ну, у всех разное мнение. Вы посмотрите, люди думают о нем, и все по-разному думают. О Мессии, о Христе. Они очевидцы того времени, свидетели, которые его слышат и видят. И у них очень разное мнение о нем. Они очень по-разному о нем думают. И тогда он поворачивается и спрашивает, а вы за кого? За кого вы признаете меня? За кого вы почитаете меня? И его ответ такой, ты Христос, сын Бога Живаго. Блажен ты, Симон, сын Ионин, что не плоти кровь тебе открыли это, но Отец мой сущий на небесах. И ты, Петр, камень, не носем камни, я создам церковь, и врата ада не одолеют ее. Я создам церковь мою, говорит Господь. И когда Господь созидает свою и создает свою церковь, что Он хочет видеть от Своей церкви? Что Он хочет видеть от Своей церкви? Давайте мы посмотрим на это с такой стороны непредвзятой, потому что мы уже слышали сегодня, больше всего наш Господь Ему не нравится и не хотел Он, и осуждал Он то, когда люди лицемерили в том служении, в котором они служили Богу. Да, Он хотел, чтобы все люди поклонялись Богу в духе и в истине. Это было Его желание, потому что это была воля Отца Небесного. Он открыл это Самарянке. Еще одно, скажем, течение, которое было того времени, Он сказал, что «Я дам тому воду живую, и вода станет источником текущую жизнь вечную». И Отец ищет себе поклонников, которые будут поклоняться в духе и в истине, и таких поклонников Отец ищет себе. Отец себе ищет таких поклонников, которые будут поклоняться в духе и в истине. И вот говоря об этом Самарянке, говоря, что Отец ищет себе таких поклонников, Он хочет, чтобы Его дети, Его церковь, которые служат Ему и поклоняются, и спасены посредством Его жертвы, которую Он совершил, взойдя на Голгофу, заплатив цену крови за каждого из нас, заплатив жизнью, смертью за каждого из нас. Он хотел, чтобы люди ценили это. И хотя бы старались поступать в мире всем без лукавства, без лицемерия, искренно, в отношениях друг с другом искренно, понимая, как должны строиться отношения друг к другу. И вот мы смотрим, братья и сестры, просто реально смотрим на наши дни и наше время. Наш Господь, Он смотрит на Церковь Свою и желает видеть в Церкви что? Что Его Церковь исполняет Его миссию. То, что Он хотел видеть. Первый вопрос, для чего Христос пришел на эту землю? Для чего Он пришел, братья и сестры? Взыскать и спасти погибшие. Это была Его цель. Это была Его миссия. Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшие. Взыскать и спасти погибшие. Нездоровые нуждаются во враче, но больные. Идите к падшим овцам дома Израилева. Идите к падшим овцам. Он говорил такие слова. И вот наступает момент. Сына заплочена, кровь пролита, смерть и воскресение. Потому что смерть не могла удержать Его, потому что Он был безгрешный. Без греха. Он взял чужой грех на себя, но у Него не было греха, потому что Он искушен был во всем, кроме греха. И вот воскресший, Он явился снова своим ученикам. И проповедует им снова. И говорит им снова, что они должны делать. И что говорит Он? Идите, идите по всему миру. Не только к падшим овцам дома Израилева. Идите по всему миру. И проповедуйте. А что проповедуйте? Покаяние и прощение. Не одно только покаяние. Не одно только призыв. Вы, грешники, и должны покаяться. Это покаяние и прощение. Сегодня утром мы слышали проповедь из нашего учения, которая говорила, Бог есть Бог прощающий. Бог есть Бог прощающий. Да, этот Бог сказал, я не хочу смерти умирающего, но обратитесь и живите. Когда Он встал перед Моисеем, это был момент такого надлома, духовного сильного надлома в жизни даже Моисея. Бог ему сказал в этот момент, Моисей, я не пойду среди вас, ибо вы народ жестоковыйный. Прочитайте внимательно всю эту 34 главу. Я не пойду среди вас, вы народ жестоковыйный. И Моисей тогда сказал, Господи, если ты не пойдешь среди нас, то не надо выводить нас отсюда. Зачем нас выводить тогда отсюда? Зачем скажут, что Он вывел народ свой, чтобы погубить его? И вы знаете, вот в этот период, когда Бог сказал, я не пойду среди вас, Моисей стал умолять его, чтобы он явил ему свою славу. Стал умолять его, чтобы Бог открылся ему в своем сущности, в своем естестве, которое он есть. И Бог услышал просьбу своего слуги, своего служителя. И он встал перед Моисеем, как написано в Священном Писании. Мы слышали это слово сегодня. И провозгласил имя Бога Яхве. И сказал, Господь, Господь, Бог человеколюбивый, многомилостивый, долготерпеливый, прощающий вину, грех и преступления, но не оставляющий без наказания. Это Бог говорит, как Он поступает. Но Он говорит, прощающий грех, вину и преступления. Прощающий. Вот этот Бог, которому мы сегодня служим, и Бог, которого мы познали. И наш Господь Иисус Христос пришел в этот мир, в этот разношерстный мир того времени, в котором было столько много разных понятий, где иудеи с самарянами не сообщались, потому что они считали, что это невозможно даже с ними сообщаться. И Он пришел к этой женщине-самарянке и просил у нее воды, что было очень удивительно. Ты просишь у меня пить, ты же иудей. А иудеи с самарянами не сообщаются. Иудеи, да, а Христос сообщается. А Христос идет и сообщается. Для Него нету этих преград, для Него нету этих границ. Он идет и сообщается с этой самарянкой, с которой многие бы, наверное, ее третьей дорогой обошли, если бы знали хорошо ее историю. Обошли бы ее, если бы знали только. Подобно тому Симону, который фарисей, однажды Иисус, пришел в дом. Он в любой дом заходил. Он мог зайти в дом Закеи, он мог зайти в дом к Симону-фарисею. У него не было препятствий, у него не было преград. У него был один открытый взгляд для спасения каждого человека, для спасения каждой души. Он желал одного. И вот он, когда находится в доме Симона, заходит женщина и начинает умывать ноги его слезами, вытирать волосами. А Симон в это время говорит, если бы это был пророк, то знал бы он, кто и какая женщина прикасается к нему. Если бы это был пророк, знал бы он этого. Братья и сестры, знал? Знал. Он знал, кто прикасается к нему. И он, повернувшись, сказал, Симон, я в твой дом пришел, ты мне целования не дал, ты воды мне не подал. А она, говорит, непрестанно омывает слезами и вытирает волосами. И посему, говорю тебе, женщина, прощаются тебе грехи твои многие. Ибо кому много прощено, тот много любит. Я хочу сегодня все это перенести на наши дни и наше время. Потому что вопрос, который я задал в самом начале, что для нас Пасха? Что она значит для нас? Христос закланный за нас. Христианский хороший гимн, мы его поем не так часто, но поем. В Багрянице стоишь ты в терновом венце, туго спереди скручены руки. По-моему, так, если я не ошибаюсь. Там есть слова. Такие слова. В тяжкий час для тебя несравненно трудней знать, что жертва для многих напрасна. Вот этот момент, вот этот момент, я хочу, чтобы мы сделали ударение. Знать, что жертва для многих напрасна. Приходя в этот мир, он хотел людям принести свободу. Свободу от греха. Он хотел принести им свободу от лукавства, лицемерия, закваски, которые заквашены были очень глубоко религиозные, убежденные в себе люди. Своей праведности, своей святости. Но при этом он говорит своим ученикам, берегитесь закваски фарисейской и саддукейской. Берегитесь этой закваски. Он хотел, чтобы его люди, которые пойдут его путем, потому что Петр и говорит, он оставил нам пример, чтобы мы шли по стопам его. И он оставив нам этот пример, хотел, чтобы вот такой же искренностью, как он служил, чтобы было такое же подобное наше служение. Без лукавства, без коварства, с правильным отношением друг к другу. Чтобы мы не говорили за спинами друг за друга, чтобы мы не причиняли боль один другому. Чтобы мы не ходили по домам и не говорили, эти правильно понимают, а эти неправильно понимают. А еще говорили при этом, а Давид нас в этом поддерживает, или Давид нашу сторону поддерживает. Я уже много раз говорил, братья и сестры. Я не поддерживаю никакие стороны. Я хочу служить Господу. Господу, который может вмещать всех. И любить всех, и прощать грешников. Он хочет спасать. Это его миссия. Спасать. Я понимаю, что для нас это трудно порой переварить. И Павел когда-то говорил церкви и сказал, говорит, вас снова нужно кормить молоком, а не твердую пищу. Может быть. Может быть и нам снова нужно от твердой пищи перейти к молоку и с самого начала снова начинать то, что хочет видеть от нас Господь. Он хочет нас видеть людей, которые желают спасения всем, которые их окружают. Близким своим, друзьям своим. Которые понимают, что вот этот человек, который рядом со мной, даже если он что-то где-то не так, как я, но за него тоже умер Христос. Он тоже омытый его кровью. За него тоже заплачена цена. Цена крови. Точно такая же цена, как заплачена за меня. Вы знаете, когда мы смотрим на наши отношения, чьи бы это ни были отношения. Вы знаете, в Библии есть закон. Бог дал народу своему закон. И сказал, живите по нему, и вы будете живы. Ну, мы сегодня находим оправдание себе, говорим, закон ослабленный плотью был бессилен. И все. Законом не может оправдаться никакая плоть. Все. Понятно, коротко. Убрать закон, чтобы он не мешал нам больше. И все на этом. А на самом деле, там, где нет закона, всегда царит беззаконие. А там, где царит беззаконие, там всегда грех начинает разрастаться, подобно, как, знаете, вот, бывает, что вот одна бактерия, я видел в лаборатории это, если ей хороший корм дать, она раз до такого клубка, так быстро разрастается моментом. Главное, чтобы корм был хороший, и температура тепленькая. Такая приятная, за которой сказано, чтобы не холодные, не горячие. Тепленькие вот такое вот состояние. И сразу все разрастается, как есть. Мы дети Божьи. Как вы думаете, вот те, кто имеет детей, те, кто имеет детей, сейчас к вам я обращаюсь, когда вы видите своих детей, когда они между собой ругаются, ненавидят один другого, больно делать один другого, что чувствуете вы, родители, когда вы смотрите на своих детей и видите, когда ваши дети так поступают? Скажите, а что чувствует наш Господь, когда мы так поступаем? Что чувствует Он? Когда Он говорит, за этого человека или за этого человека я тоже умер, я тоже за него пострадал, я тоже за него кровь пролил, а мы, наши отношения и прочее, как Он, что Он чувствует? Можем мы это почувствовать или понять? Что чувствует Он? Задаемся мы ли когда-нибудь таким вопросом к себе? Вообще-то в жизни, мне кажется, все очень просто. Бог дал определенные законы. Он сказал детям, у вас есть родители, почитайте их. Если ты будешь почитать отца или мать, ты будешь благословен, ты будешь успешен в своей жизни. Сделай только это, и в твою жизнь придет благословение, и ты будешь успешен. Он сказал мужу, люби свою жену, как самого себя. Он сказал жене, будь покорна и послушна своему мужу. Даже если он и не покоряется истине, ты будь покорна и послушна своему мужу. Он сказал братьям и сестрам, он сказал такое слово через слово, «Все у вас да будет с любовью». Да будет с любовью. Даже вы когда обличаете один другого, в Священное Писание говорит, «Если, братья, впадает какое согрешение, то вы духовно исправляете такого в духе кротости, наблюдая каждый за собою». В духе кротости. Друзья, что для нас Пасха? Что для нас этот день? Вы знаете, я слышу, как люди с большим таким огорчением относятся к этому служению, когда час не тот, время не то, минута не та, где-то что-то, где-то там кому-то что-то не так сделали. Я за, чтобы все было по закону Божьему. Я ничего против этого не имею. Но вместить один другого мы можем? Понять один другого можем? Снизойти к один другому можем? Если наш Господь повелевает солнцу восходить над злыми и над добрыми, если Он пришел вот в этот мир, в котором Он находился, и умер за всех, и даже те, которые Ему руки пробивают, кровь, побои наносят, кровь Его проливается, Он говорит, «Отче, прости им, прости им, ибо не ведают, что делают». Вот Его отношение к людям. Ему плюют, Его бьют, Ему венок терновый одевают. «Отче, прости им, ибо не ведают, что делают». «Прости им, Отче». Его дети, как написано, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьим. Называться. Его так называемые дети Божьи могут годами, годами не прощать, носить в сердце своем обиды, огорчения, боли, ненависть к своим ближним по отношению к тому, что Господь сделал, когда его просто такой, один случай в моей жизни, просто я как пример его приведу. Однажды человек перечисляет мне, сколько боли ему сделал его близкий человек. Как вы понимаете, бывают проблемы в семьях. Во многих семьях бывают трудности, бывают проблемы. И вот человек перечисляет, сколько ему близкий его человек сделал все. Я ему сказал, можешь простить? Так как можно такое простить? Тогда следующий вопрос. То, что сделано тебе, это больше, чем то, что сделано Христу. Ответь на этот вопрос прямо и честно. То, что сделано тебе в твоей жизни, это больше того, чем сделано Христу. Может кто-то найтись такой, что скажет, сколько беды, зла, боли, страданий мне сделано, это больше, чем то, что сделано Христу. Кто-то может? Да никто не сможет. Никто не сможет этого сделать. А вот он мог сказать после всего этого, отче, прости им. И я думаю, что он не только сказал, отче, прости им. Он сам простил, потому что это была суть его учения. Почему все Писание говорит? Как Христос простил, помните такой стих? Как Христос простил, так и вы. Так и вы. Как Христос простил, так и вы. Если человек не прощает, вы знаете, я один раз, скажем, читал проповедь о том, как мы должны прощать, и какой строгий ответ, когда люди не прощают, когда люди не прощают, и Бог говорит, возвращается вам весь долг, весь грех, и все, что вы сделали, это все возвращается к вам. Я-то, ну, чуть-чуть, может быть, знаю в церкви, где натянутые отношения, где люди не прощают, где носят в своем сердце, где обиды, где огорчения. Я думал, услышит народ и убоится, скажет, пойдем примиряться, будем искать мира, будем искать того, чтобы не было всего этого. Вы знаете, вы думаете, это было? Нет, это было полное равнодушие порой. А наш Господь просит нас, мы как посланник от имени Христова, как бы сам Бог говорит через нас, это послание апостола Павла Коринфянам, второе послание, шестая глава, как бы Бог сам умоляет через нас, от имени Христова просим, примиритесь с Богом, примиритесь с Богом. А как это сделать, скажете вы? Мы же с Богом не враждовали, мы же с Ним не воевали, мы же с Ним с ближним своим, примирись, и ты увидишь, как Бог примирится с тобой. Ведь Он же очень ясно сказал такое слово, то, что вы сделали одному из их наименьших, то вы сделали мне. Мне вы это сделали, не тому человеку. Вы думали, вы больно делаете человеку? Нет, вы делаете больно Христу. Вы делаете больно Ему. Братья и сестры, я буду заканчивать. Я обращаюсь ко всем нам, обращаюсь через слово Священное Писание, теми словами, которые Павел сказал. Как бы сам Бог молит через нас, от имени Христова просим, примиритесь, примиритесь с Богом. Когда мы подходим к этому служению, я, например, никогда не учил, и не учусь, что это надо делать раз в году. Я думаю, что это большая ошибка, когда люди думают, что раз в году надо вот себя в порядок привести, а потом можно снова год жить так, как я хочу. Это будет большой ошибкой, потому что это надо делать так, как учит Священное Писание. А как учит Священное Писание? Солнце, да не зайдет во гневе ваш. Вставая на молитву, друг друга прощайте. Раз в году или каждый день вы стоите на молитву. Вы раз в году произносите это, «Отче, прости меня так, как я прощаю». Или вы каждый день молитесь этой молитвой. Это должно быть ежедневная, постоянная забота человека о том, чтобы быть в должном состоянии перед Богом и прощать ближнего своего, потому что как только ты перестаешь это делать, и тебе перестает быть прощение. И как только ты начинаешь говорить, вот я скажу, я так верю, я по-настоящему так верю. Как только ты начинаешь говорить, вот человек год назад сделал мне и вот не кается, не просит за это меня прощения. Вы знаете, я скажу так, тот, кто сделал, он ответственным перед Богом. Но за свое личное состояние ответственен лично человек. И когда человек носит это в своем сердце, оно разрушает изнутри человека. оно разрушает его сущность, по сути дела. И Бог хочет, чтобы мы представали пред Ним в должном состоянии. Мы сейчас будем молиться. Может быть, может быть, у кого-то есть желание, чтобы за Него помолились. Может быть, кто-то что-то вспомнил. Может быть, кто-то что-то имеет. Может быть, даже на меня вы имеете. Может быть, ближний вас. Может быть, вы уже говорите, я 30 лет не могу простить. Или 20 лет. Но Христос сказал однажды такое слово. Если бы я не говорил, то не имели бы греха. Теперь не имеете извинения в грехе вашем. Это его слова. Я ничего не могу к ним прибавить или добавить. И вот сейчас, когда мы услышали это слово, и, может быть, мы даже сидим и говорим, я категорически с этим не согласен. Ваше право. Ваше право. Быть согласными или нет. Ваше право. Помолимся, брат Василий, будем молиться за вас. И пусть Бог простит нас и вас. Потому что все мы ходим перед живым Богом. Есть у кого еще желание? Вот что мне нравится, что Бог нам время дал. И они так часы тикают, тикают, тикают. И мы думаем, а у нас есть еще время. Я еще успею, я еще смогу. Будет время. Брат Василий правильно сейчас сказал. Никто из нас не знает ни дня, ни часа, который Бог определил. Может быть, кому-то из нас будет сказано, в эту ночь душу твою возьмут от тебя. Если я не сделал то, что я должен был сделать, если я не нашел в себе мужества поступать в мире всем, как Он. Если я не нашел в себе мужества иметь те же чувствования, какие во Христе Иисусе. Эти часы тикают. И это время идет. Давайте помолимся Богу. Субтитры подогнал «Симон»!